здравствуйте товарищи давненько у нас не выходило видео по проекту марк-1 и вот сегодня мы решили исправить данную ситуацию а именно сделать видео тяжелых буднях тяжелого вооружения да именно речь пойдет о пулеметчик слышал много рассказов одного хорошего знакомого человека как не сладко было таскать пулемет на марш-бросках ленту с патронами дополнительный ствол и тому подобное рассказывал все это в красках хотя служил он без малого 36 лет назад что с тех пор изменилось спросите вы много чего форма от юдашкина год службы сколково со своими экзоатлетами росгвардия а жизнь пулеметчика так и осталась трудной и заключается в таскании железа на своем горбу не то чтобы солдаты жаловались наверное нет но ведь можно было закалять характер бойца несколько иначе не ограничиваясь перетаскиванием грузов с места на место тренируя тактику ведения боя максимально приблизив ее к легковооруженным бойцам за счет некоторых устройств да и вообще погасить отдачу тяжелого вооружения для начала хочу вам предложить посмотреть видео по данной теме как вы могли видеть никто не задумывается о физическом состоянии бойца его лишь пытаются по горло набить патронами как я уже не раз говорил достаточно правильно распределить вес и боец не будет ощущать на себе дискомфорта который ему сулит тяжелое вооружение этот пример без третьей руки здесь вы видите что оператор марк-1 абсолютно не напрягается держа тяжелую бандуру одной рукой а здесь вы видите крепление пулемета на спине его возможные вариации да возможно наше решение не идеальное сделано в гараже и у нас нет настоящего пулемета чтобы по весу сделать крепление но у нас есть пулемет стройбольный который весит без малого 10 килограмм кстати надо еще сказать что прикрепить на броню что-то типа тубуса для хранения запускных стволов также не проблема а еще вместо пулемета можно повешать короб с гранатометами который сам гранатометчик сможет легко переносить и доставать оттуда ибо тяготы у гранатометчиков не меньше вообще экзоскелет полуактивного типа очень прост и неприхотлив так как вам не нужно будет думать об аккумуляторах об охлаждении или его работе во временном интервале около 10 минут к сожалению пока я думаю многим известно что все разработки упираются в достаточно емкий и мощный источник питания так что пока инженеры именитых концернов витают в облаках мы вам на обычном примере показали как упростить жизнь обычного пулеметчика полевой тест мы проведем отдельно специально создав условия для испытаний и это будет отдельное полноценное видео если вам понравилось видео ставьте лайки делитесь им если хотите еще скажу пару слов по проекту силовой брони все продвигается и делается просто сейчас у нас начинается съемочный сезон и думаю следующее видео о ней вы уже увидите в новом ракурсе и будет намного более интересно ну а на этом я с вами прощаюсь впереди вас ждет еще много чего интересного до встречи до встречи